Слава Богу! Поздравляю вас, каждого из вас, с праздником, с тем прекрасным праздником преображения Христова. Благодарю Бога, что Господь нам дал возможность сегодня собраться здесь. И Господь дал желание каждому из нас в этот субботний день оставить, возможно, отдых или свои дела какие-то и прийти в Дом Божий для того, чтобы вспоминать сегодня Слово Божьего, то, что когда-то происходило. Многие из нас, много лет верующие, много раз, возможно, прочитавшие Библию, они как бы, ну, узнаем, как сказать, что было там, кто был, что происходило, ну, примерно, что за праздник, как бы сказать, уже чем-то удивить не удивишь, когда что-то такое новое уже не расскажешь. И порой мы забываем самое главное. Но сегодня я хочу вместе с вами читать это Слово Божье об этом празднике, чтобы вникнуть в сущность, чтобы рассмотреть внутренность. Иногда, знаете, мы так, а это я знаю, это видел, там был, вот об этом тоже слышал. И мы минуем самое главное. Мы не знаем сути. Хотя все знаем, но мы не способны понять самого главного. И хочу вместе сегодня с вами читать эту историю, о празднике, о преображении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, девятая глава, с 27 стиха и ниже. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божье. После этих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, ведь лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывший с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глаз говорящий, «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был этот голос, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Аминь. Конечно, для нас, достигших последних дней, уже известно то, что происходило. И эта история рассказывает о молитвенной жизни Иисуса Христа. Для нас не секрет, и много стало известно, но вот эту историю или вот эту ситуацию было возможно увидеть только трём ученикам. И то, когда они были там и находились, они, библиописы, что они спали. То есть, они не могли видеть полностью всё, что происходило там, потому что, то есть, плотской человек или душевный, для него это тяжело, и он не способен. Но Библия пишет, что они, пришло время, когда они пробудились, они увидели, и никому ничего не сказали. Потому что то, что они видели, или оно произвело большой отпечаток в их жизни. Впоследствии они говорят и упоминают в посланиях своих о том действии, о том свидетельстве, что оно произвело или было основным, как сказать, точкой отсчёта в их жизни. Но они никому не сказали. Иисус Христос говорил, что не рассказывайте до тех пор, пока я не воскресну. И вот для нас сегодня мы уже называем это преображение, праздник преображения, но это преображение в жизни Иисуса Христа примером оставлено для нас. Оно началось с молитвы. И я смотрел, что в трёх местах Евангелия описана эта история, но интересно, что она не описана без вступления. То есть в каждом из истории преображения есть вступление. И я хочу прочитать его выше. То есть были события, которые были перед преображением. Были события в жизни учеников, в жизни Иисуса Христа перед преображением. И хочу обратить внимание. Это 22 стих. Давайте выше возьмём 9 глава Евангелия от Луки. Сказав, что даже выше можно говорить о том 18-й, в одно время, когда он молился в уединённом месте, ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? отвечал Пётр за Христа Божья. Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиты, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, и если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, ежедневно и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою, ради меня, тот сбережёт её. Ибо что пользу человеку приобресть весь мир, а себе самому погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придёт во славе Своей и Отца и святых ангелов. Аминь. Мы видим о том, что перед тем событием, как было преображение, и Христос также молился, и Он задал вопрос, за кого вы почитаете Меня? Он спрашивал, как люди думают, как люди считают, и потом задал вопрос, за кого ты почитаешь или вы почитаете Меня? И дальше Он рассказал условия следования за Иисусом Христом. Проходят времена, проходят годы, но условия эти, как от начала дней, так они не поменялись. Сегодня мы уже много лет, возможно, многие из нас верующие, но порой в нашей жизни не было этого преображения. Возможно, в нашей жизни мы бы хотели поменяться, возможно, мы видим, как мы живем, как наши дети живут, или родные, или видим, как мы живем, и много несоответствий. То Писание описывает, как должно происходить преображение. вспоминая в своей жизни случай, когда был в армии, и был день праздничества, ну, как сказать, день рождения у меня был, и я и слушал Слово Божье, и молился, и просил, Господи, проговори мне в этот день, что Ты хочешь сказать мне? И поздно вечером, уже скоро ложиться спать, Господь начал говорить, и было сказано, Господь сказал, что, Сын мой, если Ты себя не посвятишь мне, если не положишь свое тело на жертвенник, не пойдешь путем, я никогда в Твоей жизни не преображу Твою внутренность. Дорогие братья и сестры, многие верующие люди, они часто не могут пережить преображение, не могут пережить эту перемену в молитве, потому что не отвергли себя, не взяли крест, ежедневно не следуют за Господом. Интересно, если говорить дальше, что когда явились и беседовали с Ним, с Иисусом Христом, эти два человека, Моисей и Илья, там могли быть разные люди, и много было хороших, богобоязненных людей, которые прошли скорби, трудности, и Библия пишет, они беседовали о исходе Иисуса Христа, то есть о страданиях, о голгофских страданиях Его, они беседовали, и почему-то Моисей и Илья, и когда я размышлял, слушал, сравнил, знаете, что интересно, что эти люди ветхозаветные, но они тоже прошли путем Иисуса Христа. Смотрите, в жизни Моисея это был человек, который в Евреям написано в 12 главе, что он отказался называться сыном дочери фараоновой, он избрал страдать с Христом, он получил поношение Христова, избрал страдание Христово, захотел страдать задолго, может, несколько тысяч лет, но он захотел страдать с народом Божьим. И этот Моисей, он был тогда на горе преображения, он всю жизнь свою прошел путем Иисуса Христа, он оставил наслаждение греховное, он оставил египетские сокровища, он оставил все, чтобы, возможно, похоть мира, но он захотел исполнять волю Божью. И Писание пишет, что он, придя в возраст, это сделал. И мы видим из Священного Писания, что он по подобию, он всходил на гору, и он много общался с Богом, он имел общение, он прошел пустыню, когда Господь начал говорить к нему, и он проходил очень много время, ходя по пустыне, но он ходил на горы, где говорил с Господом. И в его жизни тоже было это преображение. И он по пути шел, и смотрите, как к нему относились люди, как неправильно, как много в его сторону было несправедливости. Но Писание пишет, что он был кратчайшим человеком, то есть Бог смог в его жизни его сердце преобразить. через общение с Богом он достиг кратчайшести. Это человек, который прошел трудности, скорби, сложные обстоятельства, но то преображение, которое Бог совершил в его жизни, он мог пройти до конца. И мы видим о том, что он, зайдя на гору, и неизвестно, где его могила до сего дня, где он умер, где похоронен, но Библия пишет, что он зашел на гору, и он стался примером ветхозаветним, который шел путем Иисуса Христа. Взять пример Илья. Интересно, еще, говоря о Моисею, вспоминается, когда слушал одного брата, и он делился, говорит, говорит, мне нравятся, говорит, служители новозаветные, говорит, и как апостолы пишут, он говорит, апостол Петр, раб Иисуса Христа, и он написывает, ну, о жизни, пишет о себе, в своем состоянии, кто пишет послание, и он говорит, Моисей написал пятикнижие, и, говорит, он вступление не сделал, я, я, Моисей, раб Иисуса Христа, я такой-то, такой-то, а он, говорит, написал, вначале сотворил Бог небо и землю, говорит, и в своих книгах, которые он писал, которые Бог ему открывал, он нигде не вставлял, что это он писал, говорит, кратчайший человек, который пережил преображение Божье, и взять примеру второго человека, это Илья, и Библия описывает о его жизни, мы можем исследовать в том, что в его жизни оно было, преображение, и он каждодневно, то есть полагал себя, он брал крест и шел, и мы видим о том, что как несправедливо относились к ним, как неправильно порой, какие трудности он переживал, и мы видим о том, что в его жизни также было преображение ревностного, горячего человека, когда он шел в пустыню, и Бог возвел на гору, и открыл себя, и сказал, что я, говорит, не в буре, не там, не там, но, говорит, но я в тихом вене ветра, и мы видим из жизни этого человека Божьего в том, что он прошел путь скорбей, и Библия пишет, что это, говорит, эти люди, которые, говорит, мир не был достоин, скитались, были странниками, и Библия описывает о том, что этот Илья, он был восхищен на небо, в огненной колеснице, и вот эти мужи, Библия описывает, они явились в славе, и имели общение с Иисусом Христом, имели беседу, то есть было, о чем поделиться, было, о чем поговорить, было это преображение Христова. Дорогие братья и сестры, Христос явил Себя, но Бог желает, чтобы не только у нас осталась эта история, или воспоминание Священного Писания, но Бог желает, чтобы в нашей жизни это было преображение. В нашей жизни оно должно произойти, и если в нашей жизни не будет преображения в образ Сына Божьего, мы никогда не можем, не сможем достигнуть неба. Мы никогда не сможем перейти туда и быть там. И в Библии написано, Моисея написано, что хоть он делал все это, видя невидимого, как бы видя невидимого и взирая на воздаяние. Дорогие братья и сестры, Бог желает сегодня просвещать нас. Бог желает сегодня, чтобы мы увидели через Слово Евангелия, через Свет Истины свое состояние, чтобы могли преображаться в образ Его. Я не раз в своей жизни переживал те моменты, когда я не видел себя, своего состояния, и когда Бог брал в удел служителей сосудов или разные обстоятельства допускал, то есть обстоятельства и Слово Истины, и когда открывал глаза, тогда просто плакал, горько плакал со слезами о своем состоянии и просил прощения. Дорогие братья и сестры, как многим сегодня из нас нужно молить Бога, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы могли увидеть свое состояние. Мы часто вименим кого-то, кто-то виноват. Говорят, вот если бы не ты, мне было бы все хорошо, вот если бы не вы мне не мешали, если бы я не с вами, если бы вы. А порой вся проблема, она лежит в нас, потому что мы не видим своего состояния. Когда слышал свидетельство одного служителя, он рассказывал, что, говорит, приехала ко мне семья пожилая, и говорит, все собирается делать до развода там. Ругается, говорит, муж винит жену, жена мужа, и говорит, много лет верующие. И говорит, и так, ну, просто до развода все идет дело, больше семидесяти лет им. И говорит, и я начал общаться, и муж пришел, говорит, разберитесь с ней, научите ее послушанию. Ну, так. И он говорит, ну, брат говорит, слушайте, говорит, ну, я бы, говорит, ну, и раз семья, значит, два, два, но человека с двоими надо беседовать. И он говорит о том, что, говорит, можно я, ну, давай, пойдем мы с тобой побеседуем вместе. И говорит, он говорит, когда я начал делиться словом, говорит, и Слово Божье возвещать истины, говорит, вдруг открылись у этого человека глаза, у жены открылись глаза, и, говорит, напомнились слезами, и они начали плакать. Когда Слово Божье просветило, говорит, и тогда, говорит, они совершили покаяние, что оказывается, что оказывается, вся причина-то была в муже. И когда, говорит, начали разбирать, в чем причина, и, говорит, начали исследовать, говорит, когда мы поженились, говорит, муж, говорит, решил научить жену послушанию, говорит, принеси мне тазик, говорит, ноги, мой мне ноги, а она, говорит, тоже упрямая, ага, раз ты решил меня смирять, и как уперлась, говорит, не буду. И, говорит, оказывается, причина была все в эгоизме. Он говорит, что, брат, говорит, Христос не учил заставлять. Он сам брал тазик и мыл другие ноги. Он сам был примером. И нашли, в чем причина была этого, вот это и состояние этого. И когда начали плакать, каяться, молиться, говорит, я все понял, говорит, я столько лет верующий, но я никогда не видел себя. И, говорит, выходят они вместе, из дома выходят. И он, говорит, оделся быстро, и раз в двери, ну, уже акваратом, говорит, эй, говорит, стой, стой, иди сюда. Он, говорит, он подумал, что что-то забыл. Говорит, не, не, говорит, вначале, говорит, помоги жене одеться. Ну, надень ее. Он одел и раз в двери, говорит, подожди, не, не, говорит, если мы покаялись, то давай будем дела, пока я не делаюсь. Говорит, теперь, говорит, возьми подругу, говорит, и веди ее. И он, говорит, так взял, говорит, неумело, и повел ее. Говорит, так надо делать? Говорит, да, это преображение. Дорогие братья и сестры, Бог заинтересован, чтобы слава Божья, она не только в церкви была, чтобы мы не только красиво пели и красиво говорили, Бог заинтересован, чтобы в нашем доме была жизнь, чтобы слава Божья, она была посреди нашего дома, чтобы мы отображали Христа, когда мы на улице или где-то мы находимся, войдем в магазин ли, чтобы люди, проходящие, видели славу Божью. Я скажу, что она привлекательна, что людей она интересует, когда она истинная и чистая, и она дана Богом. И как-то еще расскажу несколько примеров. Как-то был случай один очень яркий в моей жизни. Пришла одна сестра побеседовать, я поделюсь этим свидетельством, она не отсюда, и она говорит, ну вот не знаю, я говорю, хочу поговорить с вами, у меня все хорошо, я в служении, пою, я дочка служителя, у меня все отлично, но просто желание поговорить с вами. И я когда начал молиться, говорю, Господи, что сказать этой девушке, что сказать ей, но я не знаю, что говорить. И Господь говорит, скажи ей. И Господь говорит, что мне мерзость, твои глаза гордые. Господь говорит, мне не нравится твоя походка и твое поведение. И она вдруг открывает свои глаза, и она начинает плакать. И Господь говорит, вас свидетельство, что ты имеешь дело с живым Богом? Господь говорит, я исцеляю тебя. Она вся залитая слезами, еще получила исцеление, и она ушла, потому что это дело человек иметь с живым Богом. Дорогие праздники, иисусы, порой мы, ой, Господи, прости, я сказал там, а порой мы не видим своего состояния, надменности, гордости, самоуверенности и многих вещей, которые закрыты от глаз наших. И Бог желает это открыть. Еще много могу приводить примеров, когда Слово Божье, когда оно просвещает человека, в его жизнь приходит благословение, в его жизнь приходит истина. Еще несколько мест Священного Писания. Это Коринфянам. Второе послание Коринфянам, третья глава. Это вся глава, она третья, четвертая, говорит о преображении. Но умы их 14 стиха ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. «Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но твергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божье, открывая истину, предоставляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог в века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого до сего места. Дорогие братья и сестры, если мы в своей жизни, Бог не просветит нас, мы будем самыми несчастными людьми. И если Бог не откроет наше состояние, не укажет нам, не даст того вот увидеть себя во свете Божьем, мы никогда не сможем ходить в свободе, мы никогда не сможем радоваться по-настоящему, мы не сможем быть счастливыми, мы будем только делать, как Библия описана, о том, что скрывать дела свои. Знаете, как Библия пишет, скрытные, постыдные дела, будем искажать Слово Божье, будем прикрывать свои дела плохие Словом Божьим, аккуратно, как бы как Господь, это Господь сказал, это так Бог думает, но никогда не позволим Богу просветить наше сердце. И Писание пишет, что взирая на Христа, Бог желает, чтобы мы преобразовались. И поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы не скрывали, но просили Господь, я не вижу себя, просвети меня. Господь, открой мои глаза. Я столько лет хожу в церковь, открой мои глаза, дай мне увидеть себя. Потому что до тех пор, пока человек не увидит себя, какой он есть, не увидит своего страшного состояния, которое кажется вроде бы хорошим, он никуда не пойдет. И Писание пишет еще одно место, говорит, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды. То есть в жизни какая-то была ситуация и обстоятельства, которое показало, что нужно омыться, показало страшное состояние своего. И человек понуждался в крови Христа, человек понуждался в Боге, он понуждался, чтобы быть очищенным, и он пребывает пред престолом Божьим. Да благословит каждого из вас, Господь, да явит милость свою. И пусть в этот день, или когда мы будем приходить в Дом Божий, через Слово Божье, мы будем слышать те слова, которые смогут раскрыть наше состояние, чтобы дать нам свободу, чтобы мы могли увидеть себя и сдаться в руки Божьи и пережить на себе милость Божью, что значит ходить в свободе Божьей, чтобы никогда не озираться назад, но каждодневно, беря свой крест, соглашаться, идти путем и стать теми счастливыми, подобно как перед нами прошли те люди, и они были счастливы, они не были легкомыслены, но Бог их мог брать в удел и совершать работу Божью на своем месте. И пускай имя Божье будет благословенно и прославлено не только на наших словах, но в нашем сердце и в глубине нашей внутренности. И пусть Богу будет слава. Дорогие братья и сестры, мы будем сейчас совершать, склонять колени и будем совершать молитву. Скажите Богу о том, что есть. Расскажи то, что тебя тревожит. Расскажи, как ты себя видишь или что ты хочешь. И проси, чтобы Господь дал милость тебе и дал то глубокое покаяние. Еще одна сестра, она сегодня здесь в служении, она когда рассказывала о своей маме, что она много лет ходила в церковь и говорит о том, что, когда, говорит, о бабушке, вернее, рассказывала, говорит, и когда мы приезжали к ней, она, говорит, всегда, говорит, молилась, склоняла дома колени, молилась в церкву, мы ее видели. И, говорит, однажды было хлебопреломление. И мы спорим, что бабушка не принимает. Говорим, бабушка, чего ты не принимаешь? Она говорит, бабушка, говорит, я неверующая. Говорит, как, бабушка, ты неверующая? Мы видим тебя дома молишься, ты в церковь ходишь. Ты как бы, ну, ты как христианка для нас, как бы, ну, внуков. Говорит, детки, говорит, я неверующая. И, говорит, прошло время, наверное, я дословно не передам, но где-то, наверное, 70 лет ей было, и она с постоянством ходила в церковь, и Бог ей дал покаяние. И она потом сказала, говорит, теперь я верующий, я христианка. Дорогие братья и сестры, может, ты ходишь много лет в церковь, и в твоей жизни ничего не меняется? Продолжай дальше ходить. Может, ты много лет молился, и в твоей жизни ничего не поменялось? Продолжай дальше. Иди дальше. И Господь даст милость Свою, и совершит работу, и придет в твоей жизни спасение и благословение для всего дома. И пускай имя будет Божье благословено. А мы давайте склоним колени и понуждаемся в Боге. Божье благословение для всего дома. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Желает иметь дело с тобою С каждым А сила крови Имеет власть и силу К Рубиде Глобе Дегутамон И ныне К Романагутайзен Я здесь народ Рубидегалстубидегломон И произвожу работу в духе Романагалстубидеглобадагустабетгейзен А для многих говорю Плач, Рубидегалстубидегломанэйзен А к силу крови Произведет работу Ирстаманагеталстумена И вот они так открывает Господь Данное время для молитвы Данное время Исполнится духом Романагалстубидегломанэйзен И кроманэйзен И ходатайствуй духом Ибо дух знает за что молится И за что сражается Лэрстаманагломанэйзен И будешь романэйзен Возьмешь мое прикосновение Духом Романагалстуманэ Ибо я в сердцах Романагутайзен Делаю работу Арбэдеглобэдегустамангейзен Романагалстуманэ Подчинись мне Романагалстуманэ Гломанэйзен Гломан Романагламан Плачь Так говорит Господь Еще раз Романагэйзен И кроманэйзен Молись Арбэдегалстуманэгейзен Дай волю слезам Романагалстубидеглобэдегэйзен И ныне кроманэйзен Взмолись Духом Ибо сила на всем месте И действие На всем месте Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok